Всех приветствую дорогие друзья на канале Радиолюбитель ТВ. А вы знали, что в 1965 году один из основателей корпорации Intel Гордон Мур впервые заметил, что каждые два года количество транзисторов на квадратный дюйм интегральных схем увеличивается в два раза. И исходя из этих данных он сформулировал так называемый закон Мура, согласно которому вычислительная мощность компьютеров экспоненциально увеличивается каждые два года. Сегодня мы с вами будем разбираться. Как сейчас обстоят дела с законом Мура, что с ним будет в будущем и когда он перестанет работать. Ну а если вы занимаетесь электроникой и изготавляете свои электронные устройства, то у меня для вас есть очень полезный сервис. PCBWay сервис, который изготавляет готовые печатные платы по вашим эскизам. Просто присылаете им проект и они изготавляют платы практически любой сложности, формы, размера. Могут даже электронные компоненты на них припаять. Получите на выходе целое готовое устройство. Сервис надежный, цены выгодные. Ссылка будет в описании под видео. Чтобы ощутить всю мощь закона Мура, давайте перенесемся в прошлое. Например, в 1945 год. Помните, вы раньше получали такие музыкальные открытки, которые, когда открываешь, они начинают пищать поздравительную песенку? Так вот, в этом чипе из открытки вычислительной мощности было больше, чем владели все страны, участвующие во Второй мировой войне. То есть для них это была бы супернизведанная технология будущего, а для нас обычная пищалка. Давайте переместимся в 50-е. Тогда компьютеры были на вакуумных электронных лампах и были просто гигантскими устройствами, представляя собой целые залы с настоящими джунглями из проводов, катушек и металлических шкафов. И, пожалуй, только военные и научные институты были достаточно богаты, чтобы финансировать эти мощные аппараты. А сейчас компьютер можно купить, например, в форме такой коробочки на Алиэкспрессе за пару десятков баксов. Ссылку я, кстати, оставлю. А сегодняшняя игровая приставка стоимостью в 300 баксов по вычислительной мощности сравнима с военным суперкомпьютером 97-го года, стоившим не один миллион долларов. Все это произошло в результате именно экспоненциального роста вычислительных мощностей. Сам Мур рассказывает, что нашел закономерность в процессе подготовки к выступлению. Появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, и при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое. Это было в 65-м году, через 6 лет после изобретения интегральной схемы. Мур предсказал, что к 75-му году количество элементов в чипе вырастет до 2 в 16 степени, то есть более 65 тысяч. С 2 в 6 степени, то есть 64, как в 65-м году. И как видите, он не прогадал. Вот посмотрите на этот график зависимости числа транзисторов на кристалле микропроцессора от времени. Но обратите внимание, что вертикальная ось имеет логарифмическую шкалу. То есть прямая линия соответствует экспоненциальному закону, а количество транзисторов удваивается примерно каждые 2 года. Кстати, в журнале «В мире науки» как-то было проведено интересное сравнение с законом Мура. Если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь же стремительно, как промышленность вычислительной техники, то сейчас самолет Boeing 767 стоил бы 500 долларов и совершал облет земного шара за 20 минут, и затрачивая при этом всего 20 литров топлива. Эти цифры практически точно отражают снижение стоимости, рост производительности и повышение экономичности электронно-вычислительных машин. Жаль, не все в мире развивается по закону Мура. Но в 2003 году сам Мур признал, что экспоненциальный рост физических величин в течение длительного времени невозможен, и постоянно достигаются те или иные пределы. И лишь эволюция транзисторов и технологий их изготовления позволяла продлить действие закона еще на несколько поколений. А в 2007 году он же признал, что закон очевидно скоро перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света. Но когда же закончится действие закона Мура? Некоторые люди считают, что если закон Мура продержится еще лет 50, то компьютеры скорее всего намного превзойдут по возможностям человеческий мозг. Но все-таки действие закона Мура должно прекратиться. А с ним и такой экспоненциальный рост компьютерных мощностей, который питал последние полвека рост мировой экономики. Представьте, что мы практически каждый год покупаем новые гаджеты, смартфоны, компьютеры, потому что мы знаем, что они будут гораздо мощнее прошлогодних. Но когда закон Мура перестанет действовать, то новые компьютеры не будут особо отличаться от старых. И тогда зачем вообще их покупать? И представьте тогда, какой начнется в экономике хаос. Перестанут работать целые отрасли, миллионы людей смогут потерять работу. Но крах закона Мура предсказывали практически все время его существования, и не факт, что он может случиться. Разве что время умножения количества транзисторов вдвое будет увеличиваться. Скажем, не за два года, а, например, за пять лет. Давайте разберемся конкретно, почему может перестать работать закон Мура. Нам нужно понять, что компьютерной революции мы обязаны нескольким физическим принципам. Во-первых, компьютеры считают так быстро, благодаря тому, что электрические сигналы движутся по проводам со скоростью, близкой к скорости света. А это абсолютный предел для любой скорости во Вселенной. Быстрее просто двигаться невозможно. Чтобы осознать скорость света, представьте, что за секунду луч света способен 7 раз обогнуть Землю. Во-вторых, увеличивать количество транзисторов на квадратный сантиметр процессором мы можем благодаря миниатюризации транзисторов. Транзисторы – это такой ключ или управляющий элемент, который контролирует поток электронов. Ну, про транзисторы у меня было много видео на канале, что это такое и как он работает. Можете посмотреть. Ну, так вот, бесконечно уменьшать транзисторы невозможно. Их можно вытравливать на подложке, вплоть до того, что самый маленький транзистор будет в поперечнике около 30 атомов. Но в какой-то момент мы столкнемся с тем, что вытравить транзистор размером в один атом физически невозможно. Можно даже сказать, что в этот момент и рухнет закон Мура. Сейчас минимальный технологический процесс производства транзисторов составляет 5 нанометров. А Samsung к 2021 году намерен начать производство 3-нанометровой продукции с использованием технологии Gaafet. Ну а Intel только к 2029 году планирует переход на технологии 1,4 нанометра. Вполне возможно, что когда транзисторы станут минимально возможными, на сцену выйдут другие технологии, исходящие из квантовой теории и атомной физики. Кстати, а кому интересно, как в такой маленький квадратик процессора удалось впихнуть миллиарды транзисторов, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментарии. Я обязательно сниму об этом видео. Также в дальнейшем я хочу вам рассказать, что может прийти на смену транзисторов и как будет дальше развиваться электроника. Ну а Гордон Мур, который родился еще в 29-м году, до сих пор жив, ему 91 год, его состояние оценивается в 10 миллиардов долларов и сейчас занимает достаточно номинальную должность почетного председателя корпорации Intel. Также он много жертвует денег на сохранение окружающей среды и науки. Кстати, существует еще малоизвестный второй закон Мура. Он введен в 1998 году и гласит, что стоимость фабрик по производству микросхем экспоненциально возрастает с усложнением производимых микросхем. Так, например, стоимость фабрики, на которой корпорация Intel производила микросхемы динамической памяти емкостью 1 кбит, составила 4 миллиона долларов, а оборудование по производству микропроцессора Pentium по 0,6 микрометровой технологии, то есть 600 нанометров, с 5,5 миллионов транзисторов обошлось в 2 миллиарда долларов. А стоимость же FAB32, завода по производству процессоров на базе 45-нанометрового техпроцесса, составила уже 3 миллиарда долларов. Вот такие вот интересные следствия, выведенные из закона Мура. Но для тех, кто закупается на Алиэкспрессе, у меня хорошие новости. Сейчас вовсю идет распродажа перед новым учебным годом. Можно выгодно закупиться электроникой, различными инструментами, расходниками и всякой мелочевкой. Скидки хорошие. Кстати, до конца августа еще действует мой купон, по которому при покупке от 320 рублей вы получаете скидку 200 рублей. Но это на первую покупку для новых пользователей, но никто вам не мешает зарегистрировать новый аккаунт. Ссылки на проверенных продавцов и хорошие скидки ищите в описании под видео. Также пишите в комментарии, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Поставьте лайк, если вам была интересна тема этого видео. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Веселый Электрончик и, конечно же, на этот ютуб-канал Радиолюбитель ТВ. Здесь мы говорим про электронику, электричество и все, что с ними связано. Но я с вами на этом прощаюсь. Всем пока.